Каждый год с началом нового осенне-зимнего сезона на экраны Турции возвращаются актеры, которых с нетерпением ожидают зрители не только в родной стране, но и далеко за ее пределами. Каких же турецких звезд мы увидим в новом осенне-зимнем сезоне 2019-2020 года? Вот список самых громких возвращений предстоящего сезона. Берин Саат После неудачного сериала «Великолепный век Кесем» Берин Саат на почти 4 года покинула шоу-бизнес. Оставаясь при этом одной из самых любимых звезд турецкого экрана. Неудивительно, что ее возвращения ждут давно и с большим нетерпением. Актриса вернется громко и, как полагается, с королевским размахом, сыграв в новом фэнтези-сериале производства компании Огмедиа по заказу интернет-платформы Netflix Dark The Gift. В касте сериала, который увидят одновременно в 190 странах мира, также такие громкие имена, как Мехмед Нюссур, Митин Акдульгер и Мили Саши Нолсун. Премьера первого сезона запланирована на декабрь 2019 года. Второй сезон выйдет в следующем году. Халид Эргинч За два года, которые прошли после завершения показа исторического сериала «Моя Родина – это ты», зрители успели соскучиться по султану турецкого экрана. Халид Эргинч за это время принял участие в нескольких фильмах, в том числе и став приглашенным гостем в египетском фильме «Касабланка». И вот по информации весьма надежных источников, он возвращается на телевидение в роли профессора Ирфана в новом сериале телекомпании «Айя Пым» «Кот Вавилон». Режиссер картины Улуль Байрактар считается одним из самых талантливых режиссеров в жанре экшен. Ранее он работал над такими сериалами, как «Эзель», «Карадай» и «Внутри». Ингин Акюрек Особую любовь турецкой и зарубежной публики к Ингину Акюреку не могли поголебать даже последние неудачи актера. Напомним, что его сериал «До самой смерти» был закрыт из-за низких рейтингов, а последующие фильмы не пользовались большим успехом. Однако это уже не могло отразиться на статусе актера, как одной из самых ярких звезд турецкого шоу-бизнеса, возвращения которого ожидают с особым волнением. Наконец-то мы можем порадовать фанатов. Ингин действительно возвращается, к тому же в любимом многими жанре женской драмы. Актер подписал контракт с телекомпанией «Оутри Медиа» на участие в сериале «Дочь посла». Сериал выйдет на телеканале «Стар ТВ» в новом сезоне. Сценаристками нового проекта стали Айше Фереда Эр-Элмас и Нихир Эрдем, известные как авторы сценария первого сезона сериала «Ты расскажи, черное море». Режиссер Эмрека Бакушак также работал над первым сезоном «Кара Денис». Кенан Эмир Залыулу На сегодняшний день Кенан Эмир Залыулу – самая большая звезда турецкого экрана, с максимальным количеством супер-хитов в карьере. Даже его последняя неудача, сериал «Мехмед. Завоеватель мира» имел такие рейтинги, о которых многие другие актеры могут лишь мечтать. Неудивительно, что вопрос о том, в какой именно сериал пойдет Кенан, вызывает живейший интерес у турецкого зрителя. Пока известно лишь одно. Актер возвращается в новом сезоне, однако какой продюсер сумел убедить суперзвезду согласиться на работу в его сериале, пока неизвестно. Поговариваю, что это может быть либо продюсер компании Айя Пымки Ремчатай, либо интернет-платформа Netflix. Бурак Ощевит Получивший мировое признание после выхода на экраны сериала «Великолепный век» и завоевавший любовь зрительниц, работая в сериале «Черная любовь», Бурак Ощевит оставил телевидение на долгих два года. И вот, наконец, его поклонники могут вздохнуть с облегчением. Актер возвращается. Причем возвращение обещает быть очень громким. Он предстанет перед зрителем в образе бесстрашного воина, создателя Османской империи «Османа Гази» в продолжении самого популярного турецкого сериала последних пяти лет «Возрожденный Эртурул». Разумеется, для Бурака это прекрасный шанс проявить себя, однако и большой риск, ведь зрители будут сравнивать «Возрождение осман» с Эртурулом. И ударить в грязь лицом никак нельзя. Ингин Алтан Тьюзьятан Как полагали многие, после завершения пятилетнего марафона в сериале «Возрожденный Эртурул», Ингин Алтан Тьюзьятан обязательно сделает перерыв хотя бы на год, отдохнув от съемок. Однако, когда продюсеры компании Моспродакшн предложили ему сыграть главную роль в новом сериале «Пуля» «Куршун», актер не смог отказаться. На этот раз он продолжит борьбу с несправедливостью этого мира но действие будет происходить в 70-х годах прошлого века. Сможет ли зритель так быстро принять новый образ актера, пока неизвестно. Однако, если история того стоит, то риск вполне оправдан. И, возможно, нас ждет еще один отличный сериал с участием талантливейшего актера. Чаатай Лусой Самый успешный молодой актер Турции пока не собирается возвращаться на турецкое телевидение. Предпочитая работать с интернет-платформой Netflix. В ближайшее время зрители увидят продолжение приключений Хакана «Защитник Астамбула». Напомним, что интернет-платформа официально включила сериал «Защитник» в число своих самых больших успехов, представив результаты инвестора. Чаатай, который заключил соглашение с одним из самых влиятельных актерских агентств США UTA, явно намерен продолжить свою карьеру в Голливуде. Однако, актер все же не окончательно потерян для внутреннего рынка. По завершении съемок «Защитники» он приступает к съемкам сразу двух турецких фильмов, которые выйдут на экраны в следующем году. Джансу Дэре Звезда сериалов «Сыла», «Эзель», «Мама», «Личность» Джансу Дэре – одна из тех актрис, за которыми выстраивается огромная очередь продюсеров. Ведь там, где Джансу, там успех. Неудивительно, что молодая женщина тщательно отбирает роли и может отказаться от баснословного гонорара. В то время, как многие ожидали ее на телеканале ТВ8, владелец которого был готов платить актрисе немыслимую сумму в 400 тысяч турецких лир за серию, ей не понравился сценарий, предоставленный компанией «Медьяпым». Результат – контракт с телеканалом и телекомпанией был расторгнут. В настоящее время Джансу ведет переговоры с несколькими продюсерами. В частности, ей предложили присоединиться к сериалу «Пуля» с Энгином Алтаном Дюзьятаном в главной роли. Однако, своего согласия актриса пока не дала. Тубаб Юй Кюстон После довольно скромных результатов сериала «Джесур и красавица» на турецких экранах, Тубаб Юй Кюстон сделала двухлетний перерыв, занявший своей личной жизнью. Однако, уже в сентябре на интернет-платформе Netflix появится шестисерийная докудрама «Фатих», в которой актриса сыграла роль мачехи главного героя Мары Хатун. По сведениям из вполне надежных источников, сейчас Тубаб ведет переговоры с несколькими компаниями и, вероятно, вернется в осенне-зимнем сезоне с новым сериалом. Целая очереда неудачных сериалов не повлияла на статус суперзвезды турецкого экрана Кывача Татлетуа, который остается желанным кандидатом на главную роль для любого крупного продюсера Турции. Отметим, что этот год отмечен не только очередным провалом актера в сериале «Столкновения», но и успехом в турецком бокс-офисе фильма «Полет на ковре-самолете 2», где Кывач сыграл одну из главных ролей. В настоящее время актер выбирает продюсерскую компанию, с которой будет сотрудничать. По предварительной информации, ему сделали весьма заманчивые предложения как продюсер компании TeamZenBee Тимур Сабджи, так и интернет-платформа Netflix. Бурак Дениз После успеха сериала «Наша история» карьера Бурака Дениза явно пошла в гору. Неудивительно, что молодой актер получил заманчивое предложение сняться в одном из самых ожидаемых сериалах следующего сезона «Босс», где его партнершей станет Тилан Чичек Дениз, известная по предыдущей работе в сериале «Чукур». Захватывающая история о мафиозной семье, которая проворачивает темные дела в сфере международного бизнеса, вполне может стать еще одним большим хитом телеканала Шоу ТВ. Илькер Калели Илькер Калели получил любовь зрителей после сериала «Пайрас Караэль». Однако следующий интернет-проект актера «Сериал Дно» оказался крайне неудачным. В этом сезоне все может измениться после выхода на экраны нового сериала компании «Утри Медиа» «Чужой». Режиссер и сценарист проекта ранее работали над популярным сериалом «Невеста Истамбула». Кроме того, осенью Илькер снимется в небольшой роли в сериале BBC «Змей», права на который приобрела интернет-платформа Netflix. Талгахан Сайшман В последние годы карьера Талгахана Сайшмана не блистала супер-хитами. Однако его имя остается известным и востребованным у продюсеров. Уже в сентябре Талгахан вернется на турецкие экраны с новым сериалом телеканала TRT1 «Чемпион». Станет ли проект большим хитом, сказать сложно. Однако, учитывая, что государственный канал не закрывает свои сериалы на полдороги, поклонники актера могут быть уверены в том, что их ожидает полный сезон. Серкан Чаяулу Несмотря на то, что последние сериалы Серкана Чаяулу не были большими хитами, он сумел завоевать любовь и уважение турецкого зрителя своим безусловным талантом. Сериал «Кольцо» еще не завершен, однако компания-производитель ES Film уже сделала Серкану заманчивое приложение сыграть в ее новом проекте ремейке популярного индийского сериала «Как назвать эту любовь». По слухам, Серкан уже дал свое согласие. Так что осенью мы его увидим в роли холодного бизнесмена, чье сердце смягчит прекрасная и задорная девушка. Итак, друзья, я назвала тех актеров, о которых у меня есть информация. Если вы не услышали имя своего любимого актера, можете задавать мне вопросы в комментариях. Когда у меня появятся ответы, я обязательно их дам. Спасибо. 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 Спасибо.